здравствуйте ребята мы продолжаем изучение темы человек созидающий на прошлом уроке мы поговорили о том что такое созидательное действие человека какое значение она имеет в нашей жизни и вообще кто такой человек созидающий удалось ли вам провести семейный вечер посвященный вашим учителям уверена это было очень интересно и вы открыли для себя много нового о том что же такое созидательная деятельность а вдохновили нас на этот поиск слова юрия куклачева директора московского театра кошек артиста цирка которые мы сейчас сами попытаемся вспомнить давайте с них и начнем наш урок и так уверенно вы вспомнили слова если сделав что-то хорошее доброе вы получаете от этого радость значит у вас по-настоящему доброе сердце творить добро познавая себя окружающий мир это потребность созидающего человека и сегодня мы продолжим делать открытие послушайте сказку у короля было три сына настал день выбирать из них наследника трона выбор был очень сложным каждый из королевских сыновей был хорош и одинаково дорог отцу король принял решение посоветоваться с великим мудрецом и тот дал ему совет собрал король своих сыновей отдал каждому горсть цветочных семян и сказал дети мои я ухожу сколько я буду отсутствовать неизвестно это испытание для вас вы вернете мне эти семена когда я вернусь вот кто лучше сохранит эти семена тот и будет моим наследником сказал и ушел первый сын подумал что мне делать семенами чтобы лучше сохранить их и стал держать их в железном сейфе когда отец вернется они будут такими какими были второй сын подумал если я буду хранить их так как это делает мой брат они умрут а мертвые семена вообще не семена отправился на рынок продал их и получил деньги при этом второй сын подумал так когда придет мой отец я снова пойду на рынок и куплю новых семян и отдам их отцу лучше чем они были а третий сын вышел сад посадил семена там где было свободное место через некоторое время отец неожиданно вернулся и с волнением заговорил со своими сыновьями первый сын открыл свой сейф семена умерли и покрылись плесенью отец сказал ему что это разве такие семена я давал тебе они должны быть способны расцвести цветами и дать прекрасный аромат а эти семена покрылись плесенью это не мои семена второй сын бросился на рынок купил семян вернулся домой и преподнес их отцу но отец сказал но они не те же самые твоя мысль лучше но все же это не то качество которое хотел бы видеть в тебе он пошел к третьему сыну в большой надежде и страхе одновременно что же случилось его семенами и третий сын повел отца в сад где целит тысячи цветов вокруг он сказал отцу это те семена что ты мне когда-то дал как только они созреют я соберу их и верну тебе на что отец ответил ты мой наследник вот так и нужно поступать семенами вот такая сказка ребята но сказка ли есть ли в ней мудрость которая актуальна и в наши дни как вы думаете увидели ли вы ребята что созидание это творческий процесс а семена что это за семена можно ли сказать что это то что заложено в нас от природы и каждому из нас в течение всей жизни очень важно взращивать себе эти семена человечности доброты чтобы они распустились таким же прекрасным садом а это возможно только путем труда путем служения путем созидания давайте задумаемся над вопросами кто из братьев принял самое разумное решение с чем можно сравнить семена из этой притчи почему человеку очень важно развивать то что заложено в каждом из нас изнутри а сейчас ребята я приглашаю вас в художественную галерею рассмотрите репродукцию картины казахстанского художника и синголиса дербаева шанырак что на ней изображено какие уроки дает бабушка внукам в чем счастье людей изображенных художником удивительно теплый сюжет бабушка беседует со своими внучками наверняка у каждого из вас были такие минуты когда ваши близкие ваши старшие родственники делятся с вами уроками мудрости о чем могут быть эти разговоры конечно о том как стать счастливым как жить весело как жить в радости на прошлом уроке мы говорили о тех уроках мудрости которые дарят вам учителя а вот здесь и синголиса дербаев предлагает нам задуматься о том что значит для нас наши близкие и ведь именно они дают нам уроки созидания дают нам мудрый напутствие на жизнь в которой очень важно обрести великий смысл смысл созидания ребята вот сейчас подумайте над таким вопросом в чем вы видите смысл своей жизни попробуйте обосновать свой выбор человек живет ради близких ради всех людей ради дела ради любви ради творчества а может быть ради себя мне хочется напомнить слова сократа о том что только заботясь о себе человек начинает заботиться о других интересно почему сократ предлагал начать себя подумайте об этом посоветуйте со своими близкими ребята как вы думаете а может ли ученик седьмого класса вести по-настоящему созидательную деятельность может быть это взрослое понятие подумайте и выполните задание для творческой деятельности давайте обратимся к нему напишите в чем состоит ваша созидательная деятельность как ученика 7 класса запишите выводы в дневник проекта подумайте как меняется созидательная деятельность человека, когда она совершается не одним человеком, а командой, дружным коллективом. Подготовьте челлендж, начав его словами. Один я могу. Вместе с одноклассниками мы можем. Используйте получившийся видеоматериал в итоговой творческой работе по проекту. Ребята, эпиграфам к творческой деятельности предлагаются слова из стихотворения Шалвы о Монашвеле. Надо в жизни найти долгое дело, да такое, чтобы не было делу предела. Интересно, а если долгое дело длиною в жизнь? Вы знаете, на этот вопрос отвечает автор программы «Мы» — самопознание Сара Алпысовна Назарбаева. Она говорит, делай всей жизни человека, стать настоящим человеком, стать хорошим человеком. Разве это не созидание? Я желаю вам успехов на этом прекрасном пути. До следующей встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok